Исследования. Незрелые защитные механизмы предсказывают плохой ответ на психотерапию у пациентов с тяжелой депрессией и коморобидным расстройством личности группы B. По данным некоторых исследований, среди пациентов с депрессией можно выявить людей с расстройством личности в 11 и до 40% случаев. Пациенты с расстройством личности кластера B – это антисоциальное, истерическое, нарциссическое и пограничное расстройство личности. Исследовались они по нескольким причинам. Во-первых, потому что эти расстройства связаны с более слабым ответом на терапию и более редкой ремиссией депрессивных симптомов после лечения. Ожидаемая продолжительность жизни этих пациентов на 20 лет короче, чем у населения в целом, в том числе из-за высокого показателя самоповреждений, самоубийств и экстренных госпитализаций в этой связи. Защитные механизмы – это бессознательные механизмы, которые описал еще Фрейд, после него эту концепцию усовершенствовала и завершила его дочь. Эти механизмы защищают личность от чрезмерной тревоги из-за внутренних или внешних угроз и призваны сохранить максимальное психическое равновесие. Защиты можно разделить на зрелые, невротические и незрелые или примитивные. Зрелая защита позволяет лучше адаптироваться к реальности. Такие люди эффективнее справляются с угрожающими чувствами, не искажая реальность. Невротические защиты включают чрезмерную тревогу и меньший контроль над ситуацией. А незрелые защиты – самые дезадаптивные. Считается, что такими защитами обладают люди с расстройством личности гораздо чаще. Такие люди, как правило, проявляют больше патологических черт личности. Отсюда и стойкость, и усугубление депрессивных симптомов, более высокий риск самоубийств, большие сложности в межличностных отношениях, низкая приверженность и плохой терапевтический ответ. Целью этого исследования было оценить влияние базовых защитных механизмов на депрессивные симптомы у пациентов, страдающих депрессией с расстройством личности, кластера B и без них. В исследовании были включены взрослые в возрасте от 18 до 60 лет, у которых диагностировано большое депрессивное расстройство. Из исследований были исключены пациенты, которые лечились у психиатра или получали психологическую поддержку, имели риск суицита или соответствовали критериям злоупотребления психоактивными веществами. В общей сложности 177 участников начали лечение, но завершили психотерапию 112 участников. Еще 12 участников выбыли из-за смены адреса или телефона. И таким образом 100 пациентов находились под наблюдением через 6 месяцев после лечения. Защитные механизмы и депрессивные симптомы оценивались в начале, после лечения и через 6 месяцев наблюдения. Использовались шкалы. Мини-международное нейропсихиатрическое интервью для уточнения диагноза. Клинический многоосевой опросник Милана с целью построения профиля шкалы оценок для детального анализа личности и динамики симптомов DSQ использовался для оценки защитных механизмов с целью выявления характерных стилей, которые испытуемые используют для разрешения конфликта. В исследовании использовалась когнитивно-поведенческая терапия и краткосрочная психодинамическая психотерапия. Всего было 7 психотерапевтических встреч. У больных со зрелыми защитами были хорошие статистически значимые положительные результаты в плане ответа на терапию. А у пациентов с примитивными незрелыми защитами результат был неутешительный. У последних депрессивные симптомы не подверглись редукции. В итоге гипотеза о том, что незрелые защиты связаны со стойкими депрессивными симптомами только у пациентов с депрессией и расстройством личности, то есть при коморбидности, была подтверждена как при оценке сразу после психотерапевтического вмешательства, так и через 6 месяцев наблюдения, даже после поправки на социально-демографические, клинические характеристики и тип психотерапии. Результаты показали, что одним из основных факторов, ответственных за плохой ответ на психотерапию пациентов с расстройством личности, кластера B, было наличие незрелых защитных механизмов. Незрелые защиты связаны с большими сложностями для пациентов во взаимодействии с психотерапевтом, большими трудностями в понимании процесса психотерапии, нарушениями договоренностей со стороны пациента из-за большей импульсивности и рискованного поведения, которые приводят к ухудшению приверженности к лечению. Пациенты группы B испытывают межличностный хронический стресс, который в свою очередь связан с большей тяжестью депрессивных симптомов. Можно сделать вывод, что незрелые защитные механизмы пациентов с депрессией, с расстройствами личности, кластера B, могут быть такими вот некоторыми предикторами низкой эффективности психотерапии и депрессии. Что можно сказать по поводу этого исследования? Понятно, что для дизайна таких исследований есть целая куча проблем, которые очень тяжело решить эффективно. Маленькая выборка, всего лишь 7 психотерапевтических сессий, это даже меньше, чем краткосрочная психотерапия. Иногда 5-7 сессий уходит только на уточнение диагноза и создание индивидуальной психотерапевтической программы. Здесь не анализировались влияния незрелой защиты пациентов кластера B на результат долгосрочной терапии. Непонятно, какой именно подход из КПТ использовался. Что вообще успели сделать за эти 7 встреч? За это время иногда может сформироваться только маленький такой хрупкий, неустойчивый комплайнс. А тут какие-то долгосрочные результаты через 6 месяцев. То, что работа с пациентами с расстройством личности непростая сама по себе, и что у них часто можно увидеть примитивные психологические защиты, так это описано очень давно. Поэтому, хоть исследование и интересное, но принципиально оно ничего нового не открывает. Возможно, только подтверждает и без того известные факты. Ну, а это тоже немаловажно. Поэтому, если это видео вам было интересно, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, задавайте вопросы в комментариях, если есть такие темы интересные, что касается психотерапии, особенно КПТ, психодинамического направления. Если есть какие-то вопросы, спрашивайте, по возможности я постараюсь на них ответить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!